Здравствуйте! После долгого перерыва Россия возрождает экспедиции биоспутников. Новый аппарат Бион доставлен на Байконур. Уже в апреле мини-ковчег с тритонами, улитками, мышами и крысами отправится на орбиту. Итоги научной миссии биоспутника позволят ученым расширить знания о влиянии невесомости на живые организмы. В одном контейнере находится полетная группа, ну, та группа, которую мы хотели бы отправить в космос. И в другом контейнере в клетке – это животные-дублеры. То есть мы везли две группы специально для того, чтобы, ну, вдруг, мало ли там что-то случится, и мы могли бы иметь возможность сделать замену животных. Поиски внеземной жизни продолжаются. Сегодня в центре внимания ученых один из спутников Юпитера – Ганимед. На спутнике есть самое главное – магнитное поле и, возможно, скрытый под ледяным панцирем океан соленой воды. Отправить в гости Ганимеду международную научную миссию планируется в ближайшее десятилетие. Ганимед вообще является крупнейшим спутником всей Солнечной системы и по своим размерам даже превосходит планету Меркурий. В эти дни исполняется 150 лет великому русскому ученому Владимиру Вернацкому. Он первым ввел понятие ноосфера и считал, что Земля – живой организм. Более того, Вернацкий был убежден – жизнь на нашу планету занесена из космоса. 4 миллиарда лет назад Земля подвергается мощному обстрелу кометами, которые приносят на нашу планету жизнь. Жизнь сюда на Землю можно принести только в ледяных кометах. Вот сейчас, когда мы знаем уже по Антарктиде, по вечной мерзлоте сибирской, когда мы знаем, что в анабиозе организмы могут пребывать довольно долго, иногда миллионы лет, то это означает, что никаких преград для транспортировки из самых далеких мест нет. Со льдом можно принести все что угодно. Гипотеза, что жизнь на Землю занесена из космоса, появилась в конце 19 века. Тогда об этом говорили осторожно, слишком фантастично звучало. Вернацкий же выступал убежденным сторонником этой теории. Он словно пророк, предвидел развитие многих научных идей. Сегодня у ученых накопилось немало доказательств. Жизнь вполне могла появиться вне Земли. Это как раз из тех организмов, которым не требуется связи с поверхностью и нет необходимости в присутствии света. Это хемоавтотрофные бактерии, которые берут энергию при превращении в соединение железа. Примерно так могла бы выглядеть первая ступень эволюции жизни на Марсе, где как раз много железа. В лаборатории ученых огромное разнообразие микробов. Здесь их облучают гигантскими дозами, подвергают экстремальным температурам, создают вакуум, но они все равно живут. Если мы облучаем дозами килогрей и потом 10 килогрей, то есть мегарат, то мы потом можем пересчитать, сколько лет эти микроорганизмы в грунте могут выдержать, если доза суммируется. Еще одно доказательство – снимки метеорита под электронным микроскопом, окаменелые микробы, так называемые цианобактерии. В народе сине-зеленые водоросли, которых на Земле полно. Сегодняшняя техника позволяет уже видеть вот такие замечательные вещи в метеоритах. И есть возможность эти метеориты исследовать внутри, таким образом, чтобы избежать всяких заражений, которые бывают в метеоритах. И видно, что, соответственно, в метеоритах есть жизнь. Это же ниточки с клетками, но окаменевшие. Значит, это была какая-то лужа, море, озеро или что-нибудь в этом духе, в котором эти жили ребята. Возраст метеоритов с явными признаками жизни больше 4,5 миллиардов лет. Чуть больше возраста Земли. Вот и получается, что эти микробы жили не на нашей планете, появились гораздо раньше. Старше. Старше. И поэтому я и утверждаю, что жизнь произошла не на Земле. Она сюда занесена. Вот она, уникальная коллекция метеоритов Института геохимии, который когда-то основал сам Вернадский. К космическим телам ученый уделял всегда особое внимание. Он выделил метеориты в особую группу. И занимался, и начал с этого момента, и он создал метеоритную комиссию. А потом метеоритный комитет по метеоритам. То есть это первый ученый, который выделил, отделил метеориты от других представителей Минерального царства. И именно активно занимался именно изучением метеоритов. И сравнением их с нашими земными минералами. Минералогия космоса, радиобиология, биогеохимия, кристаллография – это далеко не полный перечень научных школ, основателем которых был Владимир Иванович Вернадский. По вкладу в науку Вернадского ставят в один ряд с Ломоносовым. В 1917-м ученый был членом Временного правительства, входил в партию кадетов. Но даже с такой биографией его приняла и новая советская власть. Для Берия Владимир Иванович был крупнейшим, по терминам Берия, спеццом по полезным ископаемым. А социализм в отдельно взятой стране, во вражеском окружении, построить без полезных ископаемых было нельзя. Поэтому Берия и его окружение закрыли глаза на туманное прошлое Вернадского. Обстановка в кабинете музея, как при жизни Вернадского. Вещи подлинные. Время выдает лишь пожелтевший рукописный листок. В доме не было роскоши, все уходило на книги. Вернадский читал на 15 языках. Невозмутимый строй во всем, созвучье полное в природе. Так начинается известная книга Вернадского «Биосфера». Биосфера – один из пластов нашей Земли. По Вернадскому – живое вещество, основополагающее планетарная сила. Так он впервые обосновал совершенно новые направления в науке – биогеохимию. Он пытался в своей науке показать взаимодействие и влияние живого вещества на неживое вещество. Вернадский был уверен, главным этапом развития жизни на Земле должна стать ноосфера, власть разума, который был привнесен из космоса. Сто лет назад в России впервые отметили женский день под лозунгом «Равенство всех полов». А через 50 лет вот такими космическими открытками с изображением Валентины Терешковой поздравляли наших женщин с праздником. Своим примером она открыла всем женщинам мира дорогу на орбиту. Впрочем, и на Земле немало дел для лучшей половины человечества. На сегодня все. Это была программа «Космонавтика» и Анна Ведищева. До встречи.